итак уважаемые очередное видео для вас весьма интересная информация содержание маток в разных клеточках этот опыт проводился в польше описано в нашем журнале пчеловодство 1956 года номер 10 журнал я прочитаю она небольшая статейка но весьма интересно в смысле какие клеточки какие разные как содержались пчел в матке поиском журнале бжелярство пчеловодство номер 256 года обубликована статья войка гловской и новосельская о результатах работы по содержанию маток в клеточках изготовленных из металлической сетки с отверстиями запоминайте 3 миллиметра 1 и 2 десятых миллиметра и 0,2 миллиметра через сетки с отверстиями 3 миллиметра пчелы могли просовывать часть головы в отверстие 1 и 2 миллиметра только язычок а в клеточку с отверстиями 0,2 просовывали только кончик язычка маток для опыта выводили в семьях воспитательницах из однодневных личинок привитых в искусственные мисочки на молочко наблюдение за матками проводилось трехкратное запечатанные маточники клеточках с густой сеткой ставили рядом с клеточками с редкой сеткой стремясь создать всем маткам разные условия для содержания клеточки из очень густой сетки было помещено меньшее количество маточников заранее предполагая что ни одна из маток не выживет более двух-трех дней за день до выхода маток наливали несколько капель меда специальные восковые мисочки помещенные в каждой клеточке матки оставались в семье воспитательности в течение семи дней считая со дня выхода из маточника в течение восьми дней считая со дня выхода из маточника результаты исследования приведены в таблицы тут есть небольшая таблица я ее зачитаю рассматривая результаты всех трех исследований авторы пришли к следующим выводам клеточках с очень мелкими сетчатыми отверстиями погибли все матки из-за отсутствия необходимого ухода за ними со стороны пчел то есть кончик язычка едва просовывался и матки естественно погибли клеточках со средними сеточными отверстиями уход пчел за матками оказался наиболее благоприятны это отверстие диаметром 1 и 2 десятых миллиметра клеточках с большим сетчатым отверстием большая часть маток была повреждена пчелами и половина их погибла то есть три миллиметра пчелы могли просунуть туда головку и погрызть маток и они оказывается повлияли на этих молодых маток неплодных и они их погрызли частично на основании результатов полученных из опыта было установлено что молодым маткам крайне необходим уход пчел матки не кормленные пчелами погибают даже в том случае если не находятся благоприятных условиях смысле температурного режима необходимой влажности вентиляции и естественно поставлен был мед результаты полученные из опыта содержание маток клеточках с отверстием сетки 3 миллиметра представляет самый большой интерес казалось бы что матки заключенные такие клеточки должны иметь самый лучший уход со стороны пчел но это предположение не подтвердилось оказалось что большие отверстия сетки позволяют челом хватать челюстями матку и наносить ее ранения это дает основание утверждать что пчелиной семье имеются пчелы которые враждебно относятся к большому количеству маток в семье даже в том случае если все матки заключены в клеточки лучшими показательными соответствуют клеточки с сетчатым отверстием размером 1 и 2 миллиметра ну сейчас я зачитаю значит так лучшие показатели клеточки с отверстием 1 и 2 миллиметра в таблице тут написано посажено было 15 маток погибла 1 матка вот погибла 1 матка 14 остались целые это 15 клеточек было и и 14 целый это 1 и 2 десятых миллиметра 0,2 миллиметра это значит пятая часть миллиметра это очень маленькое отверстие 3 посадили и 3 умерло то есть обе погибли все все погибли а когда 3 миллиметра ну якобы большое отверстие то посадили 8 маток сюда из них неповрежденных как говорится живыми сейчас внимательно прочитаю погибло неповрежденных поврежденные были 5 из из 8 5 были поврежденные живые оказались и поврежденные 7 они поврежденных 6 то есть что-то тут такая вот информация то есть половина где-то живые поврежденные 7 штук оказалось представляете из 8 7 остались поврежденными итак друзья обратите внимание какие у вас клеточки и если у вас молодые матки и если вы их выводите то пчелы более благосклонно относится если диаметр будет 1 и 2 десятых миллиметра это будет удачно вам итак друзья еще одна интересная информация я не буду сильно это самое но зачитаю наши медоносы ежевика все знают что ежевика хороший медонос как как и малина ну немножко зачитаю чтобы нам было понятно ежевика родственная родственные малине ядный кустарник с черными плодами надо различать ежевику настоящую или сизую и куманку или ржину и ежевика и куманка представляет собой кустарники которых стебли побеги усажены шипами стеблевые побеги у них гибкие то вздымающие то лежащие при этом у ежевики с сизым налетом а у куманки без налета у ежевики настоящие листья тройчатые только нижние иногда с пятью листочками у ежевики плоды черные с сизым налетом у куманки налета нет и плоды черные блестящие ягоды Ежевики, произрастающие в южных районах слаще, содержат больше сахара, чем у ежевики более северных местностей. Здесь ягоды содержат много органических кислот. В диком виде ежевика распространена в СССР, начиная с Карелии, Малогодской, Кировской, Свердловской, Ленинградских областей, Татарской, Башкирской, до Астрахани и границ Молдавии. Прозрастает она по заливаемым лесам, лесным опушкам, кустарниковых зарослях, по берегам рек, осер, близи лесных изгородей и других мест, преимущественно на влажной посте. Но ее также на Кавказе, в Сибири, при Урале, на Алтае. Здесь вместе с другими кустарниками она часто образует непроходимые заросли. Куманика держится более к западу и северу-западу. Оба вида начинают цвести с мая, причем ежевика в более южных районах распространения заканчивается в цветении очень поздно, в сентябре, а куманика цветет до августа. Ежевика и куманика считаются хорошими медоносными растениями, так как доставляют пчелам много нектара и пыльцы. В течение довольного продолжительного времени, а именно с конца мая до августа и позднее. Нектар лежит в глубине цветка, но добывается пчелами легко. Медопродуктивность ежевики, по имеющимся наблюдениям, составляет 20-25 кг с гектара. Пчелы находят и посещают ее цветки лучше на менее затененных местах. Мед с ежевики имеет привлекательный вид, слабый, но приятный аромат. Он светел и прозрачен, только временами отливает в желтый цвет. Культура ежевики распространена у нас мало. Между тем, в США культура, культурная имеется в виду ежевика, на нее давно обратили внимание и вывели ряд ценных сортов. В СССР прекрасный сорт изобильно вывел Мичурин. Культура ежевика любит умеренно влажную, глубоко разрыхленную, соглинистую почву. Но это не исключает возможность удовлетворительного развития ее на легких почвах. Размножать ежевику можно отпрысками и корневыми черенками. Последний способ легок и удобен. С наступлением осени или весны берут сборку куста толстые корни и разрубают их на части около 5 см величиной. Эти части садят в рыхлую землю рядами на расстоянии 13 см, а в рядах на 9 см. Через год из них вырастут молодые экземпляры, годные для пересадки на постоянное место. С этой же целью можно выкапывать целые кусты ежевики, пересаживать их на место, но при этом следует обсекать вокруг кустов корни острой лопатой. Из оставшихся на месте корней появляются новые растения, которые тоже подвергаются пересадке. При уходе ежевика требует поливки, особенно период плодоношения. Плантация ежевики может давать урожай бессменно в течение 12-15 лет. Плоды ежевики используются в свежем виде, также на производство варенья, джемов, компотов, настоек, на добывание соков и для подкрашивания вин на Кавказе. Итак, друзья, что хочу сказать. Вот это и вся информация, которую мы хотели сегодня вам передать. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Удачи, до встречи, до следующего видео. Субтитры создавал DimaTorzok